Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла, а также веб-зрителей. Этот видеообзор посвящен расселенной деревне Старо-Редькино Саргатского муниципального района Омской области. Приятного вам просмотра! Продолжение произведения Михаила Шолохова Тихий Дон Не лазоревым малым цветом, а собачьей бессилой, дурнопьяным придорожным, цветет поздняя бабья любовь. С лугового покоса переродилась Аксинья, будто кто отметину сделал на ее лице. Тавровый жек. Бабы при встрече с ней ехидная очерясь качали головами вслед. Девки завидовали, а она гордая и высоко несла свою счастливую, но срамную голову. Скоро про Гричкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом. Верили и не верили. Но после того, как хуторской пастух куська курнулся на заре и увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного места в невысоком жите, мутной прибойной ванной покатилась молва. Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к мохову лавку. Народу не дотолпишься. Вошел, будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платоныч. Что-то тебя давненько не видать, Прокофьевич. Делишки все, неуправка в хозяйстве. Что так? Сыны вон какие, а неуправка. Что ж сыны-то? Петра в лагере проводил двое с Гришкой ворочей. Сергей Платоныч надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков. Да, голубчик, ты что ж это примолчался-то? А что? Как что? Сына задумал женить, а сам не гугу. Какого сына? Григорий у тебя ведь не женатый. Покедова еще не собирался женить. А я слышал, будто в снохе берешь Степана Астахова, Аксиньо. Я? От живого мужа? Да ты что, Платоныч, навроде смеешься, а? Какой смех слышал от людей? Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материй и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел по бычьей, угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев кулак. Заметней преподал на хромую ногу. Минуя Астаховский двор, глянув через плетень, Аксиньо, нарядная, помолодевшая, покачиваясь с бедра, шла в курень с порожним ведром. Эй, погоди-ка! Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксиньо встала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, а в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет с лежалой одеждой и почему-то анисовыми яблоками. Под ноги Пантелей Прокофьевича подошел, было поласится, рябой большеголовый кот. С горбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич швакнул его об лавку и, глядя Аксиньи в брови, крикнул. Ты что же это, а? Не остыл мужний след, а ты уже хвост на бок? Гришке, я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу, пущай знает. Ишь ты, курва, мало тебя били, чтоб с ноднешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступала. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет. Да мне же. Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь, искаля зубы. Ты что мне, свекор? А? Свекор? Ты что меня учишь? Иди свою толстозаду учи, на своем базу распоряжайся. Я тебя, дьявола хромого культяпова, в упор не вижу. Иди отсель, не скужаешь. Погоди, дура. Нечего годить тебе, не родить. Ступай, от кель пришел, а Гришку твою захочу с костями съем и ответа держать не буду. Вот, на, выкуси. Ну, люб мне, Гришка, ну, вдали, что ли? Мужу пропишешь? Пиши, хоть на казном атаману, а Гришка мой. Мой, мой. Владаю им и буду владать. Аксинья напирала наробевшего Пантелея Прокофьевича грудью. Билась она под узкой кофточкой, как стрепец в силке. Жгла его полымем черных глаз, сыпала слова одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу. Нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытеснила его из сенцов, задыхаясь, выкрикала, бесновалась. «За всю жизнь за горьку я отлюблю, а там хуч убейте! Мой, Гришка, мой!» Пантелей Прокофьевич, что-то булькав себе в бороду, зачеклял к дому. Гришку нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, загнувшись, повис на отцовской руке. «За что, батя?» «За дело, сукин сын!» «За что?» «Не пакости соседу, не срами отца, не таскайся к обелина!» хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль. «Драться не дам!» глухо сопнул Григорий, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и хряп Пантелей Прокофьевич сына по шее тугим кулаком. «На сходе запарю! Ах ты, черт, того семя, проклятый сын!» Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. «На морфушке дурочки женю! Я тебя выхолощу! Ишь ты!» На шум прибежала мать. «Прокофьевич, Прокофьевич, охолонь трошки, погоди!» Но старик разошелся не на шутку. Поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным дракей рукавом, как дверь крепко хлястнула, и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич. «Женить сукиного сына!» Он по лошадиному стукнул ногой и уперся взглядом в мускулистую спину. Григория. «Женю!» «Завтра же поеду сватать!» Дожил, что с сыном глаза смеются. «Дай рубаху-то надеть! Посля женишь!» «Женю!» «На дурочке женю!» Хлопнув дверью по крыльцу, проторгтели шаги и стихли. За хутором Ситраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрышный аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой. Лагеря зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начиналась чистка, седловка, перекличка, построение. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Ионов. Горланили муштрея молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили противника, стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубки, постаршие отвиливали от занятий. Люди хрипли от жаре и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куриней. За неделю до выхода из лагеря к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена, привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощения и ворох хуторских новостей. На другой день с позаранку уехала. Повезла от казаков домашним близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилина, но и всякого белого света. На учение не поехал, по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной из подней рубахи сидел у колеса своей брички. Фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь. Оттопыли в губу, смотрел, как пиявки, всасавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью. Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дынь. Легчает, от грудей тянет, сердцу кубыть просторней. Пиявки первое средство. К ним подошел Томилин, мигнул. Степан словно бы сказать хотел. Говори, поди на час. Степан кряхтя поднялся, отошел с Томилиным. Ну, выкладывай. Баба моя приезжала, но не уехала. А, про твою женку по хутора толкуют. Что? Гутарют недобро. Ну, с Гришкой мелехом спуталась, в открытую. Степан бледнее рвал с груди пиявок, давил их ногой. Последнюю раздавил, застегнул воротник к рубахе и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул. Белые губы не находили покоя, подрагивая расползались, нелепую улыбку, ежили, собирая синеватый комок. Томилину казалось, что Степан жует что-то твердо, неподатливая на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами окаменели в неподвижности губы. Степан снял фуражку, роковым размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко, спасибо за вести. Хотел упредить, извиняюсь, так, мол, и так дома. Томилин, сожалеющий, хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседленному коню. Лагеря в гуле голосов приехали с рубки казаки. Степан с минуты стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка. Оставалось полторы недели для прихода казаков из лагерей. Аксинья неистовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий таясь уходил к ней с ночи и возвращался с зарей. За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег. От бессонных ночей коричневатая кожа скуластовой у лица отливала синевою. Из валившихся глазниц устало глядели черные сухие глаза. Аксинья ходила некутая лица платком, траву начинели глубокие ямы под глазами, припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись. Так необычайно и явна была сумасшедшая их связь, что иступленно горели они одним бесстыдным полымем. Людей не совестясь и не таясь, худее и чернее в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть. Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы в душе завидуя судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана и знавались недоумевыми любопытством. На развязке плелись их предположения. Если б Григорий ходил к жалмерке Аксиньей, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне и в то же время не чуралась бы других, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал, но они жили почти не таясь. Вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь и поэтому в хуторе решили, что это преступно, беззрадственно и хутор прижух в поганеньком выжиданнице. Придет Степан, узелок развяжет. В горнице над кроватью протянулась веревочка. На веревочку нанизаны белые, черные, порожные, без ниток катушки, висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от нижних потолку пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной оксининой руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Оксинья другой рукой огрубелыми от работы пальцами перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Оксинины пальцы пахнут парным коровьим молоком, когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь оксини в подмышку. Хмелем, не выбродившим, бьет ноздри острый сладковатый В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точенными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с оксиними приданными и нарядами. Под передним углом стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровистые знамена, два стула, сверху образа в бумажно-ярко убогих ореолах. Сбоку на стене засиженные мухами фотографии. Группа казаков, чубатые головы, выпеченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей. Степан с товарищами еще с действительной службой. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глаза стеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белые урядницкие лычки на погоне мундира. Аксинья со вздохом целует Григория по вышепереносице на развилке бровей. «Гриша, колосочек, мой, чего тебе? Осталось девять днем, еще не скоро. Что я, Гриша, буду делать? Я почем знаю». Аксинья удерживает вздох и снова гладит, разбирает спутанный Гришкин чуб. «Убьет меня Степан!» «Не то спрашивает, не то твердительно, говорит она. Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнувшие веки прямо над ними мерцающая синевою чернь оксининых глаз. «Придет муж, небось, бросишь меня, побоишься?» «Мне что его бояться? Ты женатый и боись». «Зараз с тобой я не боюсь, а посередня раздумаю, все это реп возьмет». Григорий зевает, перекатывает голову, говорит. «Степан придет, это не штука. Батя вон меня женить собирается». Григорий улыбается, хочет что-то сказать, но чувствует рука Оксиней под его головой как-то вдруг дрябло мягко. Вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение. «Кого усватали?» приглушенно спрашивает Оксиня. «Только собирается ехать. Мать гаутарила кубить Коршуновым за ихнюю Наталью. Наталья, Наталья, девка красивая, дюжи красивая. Что, женись?» Надысь видела ее в церкви. Нарядная была. Оксиня говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха ни живые и бесцветные слова. «Мне ее красоту за голенищу не класть, я бы на тебе женился». Оксиня резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору желтая ночная стыль, а царая тяжелая тень. Свиристят кузнечики. У донок гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через ординарное оконце в горницу. «Гриша!» «Надумал, что?» Оксиня хватает неподатливой черствой на ласку Гриша на руки, жмет их груди холодным помертвейшим щекам, кричит с тонущим голосом. «На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать, Гришка? Душу ты мою вынаешь! Сгубилась я!» «Придет Степан! Какой ответ держать стану? Кто за меня вступится?» Григорий молчит. Оксиня скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы и вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства. Оксиня бешено целует его шею, руки, жесткую курчавую черную порцию на груди. В промежутке задыхаясь шепчет и дрожью ощущает Григорий. «Гриша, дружечка моя, родины, давай уйдем, милый мой, кинем все, уйдем, ему же и все кину, лишь бы ты был, на шахте уйдем, далеко, хахать тебя буду, жалеть, на парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит, Гриша, хуже словцов уронит». Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои нерусские глаза, они смеются, слепят насмешкой. «Дура ты, Аксинья, дура, гуталишь, а послухать нечего, но куда я пойду от хозяйства, опять же, на службу мне на этот год, не годится дела, от земли я никуда не тронусь, тут стейп, дыхнуть есть чем, а там, прошлую зиму ел я с батей на станцию, так былок пропал, паровозы ревут, дух там тяжелый от горелого угля, как народ живет, не знаю, может они привыкли с этому самому угару?» Григорий сплевывает и еще раз говорит, «Никуда я с хутора не пойду». «За окном темнеет, на месяц наплыло облачко, мертвец желтая, разлитая под двору, стынь, стираются выучуженные тени и уже не разобрать, что темнеет за плетнем, прошлогодний порубленный хворост ли, или прислонившись к плетью старюка бурьян». «В горнице тоже густеет темень, блек на Степанову урядниц килычки на висящем окна казачьем мундире и в серой застойной непрогляде Григория не видит, как у Аксини мелкой дрожи трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова». «С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица, лист ли на глазах брови, ложбинка грубая и черствая, косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами и за пустяков вспыхивал и начинал ссору. Ни с того ни сего поругался с вахмистром Плешаковым. На Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожина дружбы, раньше соединявшей их. В тяжкой, накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понявшая седока. Домой возвращались они врагами». Надо же было приключиться к такому случаю, ускорившему развязку неопределенным и враждебных отношений, установившимся между ними за последнее время. Из лагеря поехали по-прежнему в Петером. В бричку запрягали Петрова коня и Степанова. Христоня на своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка. Лежал он в будке под шинелью. Федот Бодовсков глинился править, поэтому кучерствовал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем смолой крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Огней хутора сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан. «Ты что же, своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?» «Гляди, дюжей, чей не тянет, того и погоняю. Как бы я тебя не подпрек, турки они тягущие». Петро бросил в вожжи. «Тебе что надо?» «Сиди уж не вставай». «Тот, а помолчал бы». «Ты чего к нему прискипался?» загудел Христоня, подъезжая к Степану. Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Через тело под колесами грязь. Тремотно вызванивал по брезентовой крыше будки, сеянной на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перевел в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывало злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, а смеет. «Посторонись, дай будку пролезть». Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку. Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала, а скользясь по грязи затоптали лошади и из-под подков брызнули искрами. Громыхнул натянутый барок. «Трррр!» крикнул Петро, прыгая с брички. «Что там такое?» сполшился Степан. Подскакал Христомер. «Обломались черти?» «За свети огонь!» «Серняки у кого?» «Степан, кинь серняки!» Впереди всхрапывая билась лошадь. Кто-то чекнул спичкой, оранжевое колечко света и опять тень. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади, дернул под усы. «Нооооо!» Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнула, дышла. Хряпнула, дышла. Подбежавший Степан зажег щепотку спичек. Конь его лежал, скидывая голову. Передняя нога по колено торчала с заваленной сурчиной. Христоня, суетясь, оцепил по стронке. «Ногу ему выручай!» «Отпрягай Петрова коня!» «Ну, живо!» «Стой, проклятый!» «Трррррррррррррррррр!» Он брыкается, дьявол, «Сторонись!» С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под усы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненно поднятую ногу. «Должно переломил!» пробосил он. Петро потянул на себя поводья Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю И заржал Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около Вырюхались, сгубили коня, эх Молчавший все время Степан, словно этого и ждал Отпихнул Христоню, кинулся на Петра Целил голову, но промахнулся С плечо попал Сцепились, упали в грязь Треснул на ком-то рубаха Степан подмял Петра И придавив коленом голову, гвоздил кулачьями Христоня растянул их, матерясь За что, выхаркивая кровь, крикнул Петро Бравь, гадюка, бездорожно не езди Петро рванулся из христоняных рук Но-но-но, балуй у меня Гудел тот, одной рукой, прижимая его к бричке В пару к Петровому коню Припрягли низкорослого, но тягущего конишку Федота Бодовского Садись на моего, крикнул Степану Христоня Сам полез в гудку к Петру Уже в полночь приехали на хутор Гниловский Стали у крайнего куренька Христоня пошел проситься на ночевку Не обращая внимания на кабеля, хватавший его за полу шинели Проплюхал к окну Открыл ставень, поскреб над нем остекло Хозяин! Шорох дождя и заливистый собачий брех Хозяин! Эй, добрые люди, пустите ради Христа заночевать! А? Служи вы из лагерей! Сколько? Пятеро нас! Ага! Ну спаси Христос! Заезжай! Крикнул он, поворачиваясь к воротам Федот ввел во двор лошадей Спотнувшийся свиное корыто, брошенное посреди двора Выругался Лошадей поставили под навес сарая Томилин вызванием зубами пошел в хату В будке остались Петро и Христоне Благодарю всех тех, кто досмотрел этот видеообзор до конца Подписываемся на главный патриотический канал страны Очерки неугомонного Павла Призываем подписаться родных и близких До новых встреч, дорогие друзья! Будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...